Здравствуйте, уважаемые садоводы! Чтобы крыжовник обильно плодоносил на протяжении многих лет, за этим прекрасным витаминным кустарником нужно тщательно ухаживать в течение всего года. Особенно важно обеспечить кусту комфортные условия после зимы. Ранней весной кустарник оживает после долгой зимней спячки. Когда снег полностью растает в районе престольного круга, надо убрать укрытие с кустов, чтобы избежать выпривания. Для того, чтобы растение не испытывало стресс, укрытие снимайте постепенно. В один день уберите часть укрытого материала, а через пару суток снимите остатки укрытия. Затем начните уборку вокруг кустов. В первую очередь очистите почву под кустами от старых листьев и мульчи, а затем разрыхлите землю граблями на глубину не более 6 см и очистите от сорной растительности. Далее идет обрезка. Обрезать кусты нужно, когда снег растает и воздух прогреется до стабильной плюсовой температуры в районе плюс 5 градусов. Эту операцию проводят до набухания и распускания почек, не позднее. При этом мероприятие проводится срезка лишних веточек. В результате кустарник получает больше света, а следовательно идет лучше процесс проветривания. При обрезке удаляют поврежденные, подмороженные и засохшие ветки, срезают их острым секатором до основания. Далее обрезают переплетенные, неправильно растущие и лишние побеги. Ветви возрастом старше 7 лет также удаляют. Это делается для того, чтобы питание пошло к молодым побегам. А для того, чтобы уменьшить испарение влаги и предотвратить рост сорняков, вы можете замульчировать приствольный круг крыжовника, например, опилками, шишками, соломой, либо плодородным грунтом, а именно перегноем, компостом или торфом. После зимы куст крыжовника обязательно следует подкормить. Без этого невозможно получить огромный урожай ягод. В роли подкормки используют минеральные или органические удобрения. В качестве удобрения рекомендуется использовать компост или перепревший навоз. Эти вещества рассыпают в приствольном круге и слегка заглубляют в землю. Иногда используют отстоявшийся раствор кровяка в концентрации 1 к 5. Это проверенное и надежное удобрение. И завершающим этапом станет обработка от вредителей. В марте-апреле можно обработать такими препаратами, как искра, топаз или фундазол. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. А также не забудьте заглянуть в описании под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!